добрый день дорогие друзья с праздником вас 75 лет израилю хорошая дата мы продолжаем наше изучение торы недельная глава ахарей ахарей мост так называют и не очень непростая фраза что человек не должен отправлять своих детей молоху отводить детей к жрецам молоха молоха таидал что это такое наши мудрецы понимают это так что приводил отец своего ребенка к жрецу молоха и он говорил пройти этому ребенку между огней между двух огней потом ребенок возвращался домой живой в общем это уже было идло поклонства и раши благословенной памяти и рамбан благословенной памяти так и считается так это было рабе шеф бен нахман рамбан он говорит связь на комментарии елкут связь что это действительно было и физическое жертвоприношение то есть этот молох изготавливался из железа внутри него горел огонь когда огонь раскалялся раскалял руки этого молоху и приводили этого ребенка отец целовал идола и после этого бросали на раскаленные руки этого идола ребенка он там сгорал чем такой ужасный ритуал и уже хуже не придумаешь эти жрецы молоха объясняли что человек если отдаст своего сына то все остальные его дети будут здоровы и все а если он не отдаст то и все его дети будут мертвы и все 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 молох убьет его детей остальных в общем одни страдания но мы же знаем что тора говорит что мы не должны поддаваться на такие вещи ничего кроме того что есть в торе не может быть хорошо то есть если человек не выполняет запад торы то по закону торы и сесть два свидетеля которые могут в суде сказать что этот человек действительно сжег своего сына вместе с жреца и молоха то его суд должен казнить не просто так а самой тяжелой казе побиением камнями то чеку надо задуматься он подвергает свою жизнь опасности со всех сторон и не надо бояться никакого молоха надо всевышнего бояться если мы знаем что тора нам пишет что мы должны бояться только бога бойся бойся бога и соблюдая его заветы потому что в этом вся суть человека который царь шлома нам передал эти слова и нам все время это говорит торе что бога все этого бойся ему служи ему примыкай а если ты думаешь что что-то есть еще то да конечно это это ужасная ситуация то человек должен выбрать и и никогда не допустить этого даже как царь давида это лучше я получу наказание от всевышнего чем он человека когда ему предложили выбирайте будет три дня мордом или три года голод или армия врагов будет я тихий так он лишь бы не попасть не в руку человеку а тут отдаешься я власти всевышнего мало тебе что такие жрецы там где наговорили чего и это самый правильный вариант потому что нарушить самую прямую заповедь и два поклонства это уже хуже трудно себе представить что может быть не будет я других богов кроме меня всевышний нам пишет и первый заповедь я бог всесилен твой который был тебе из египта из дома рабства из страны египетской дома рабства то есть мы должны все время это это помнить что нам не предлагали поклониться кому-то идолу как мы неправильно поступили в событиях споримом что мы ходили на пир и там надо было поклониться идолу и поэтому по силам несчастья весь народ должен был быть уничтожен если бардыхай не предпринял действия не взял вину народа на себя то плохо бы закончилась тоже самое когда у нас было с тельцом это основное что мы не выстояли сделали кельца и маша берет на себя и агарон вину на себя берет сначала агарон потом маша бьет скрижали чтобы спасти еврейский народ им это удается варуха шем в общем главное нам выстаивать что бы нам не предлагали какие бы красивые картины не рисовали мы должны все время от этого уходить даже малейшее поклонение любому существу кроме кроме поклонения всевышнего может вызвать очень плохие последствия вот так и пишется что я бог ревнитель и краю за вину отцов детей третьего четвертого поколения тех кто ненавидит меня но помнит наши добрые дела на тысячи поколений наших тысячи поколений их потомков это мы должны помнить и надо быть все время с богом всем желаю крепчайшего здоровья урок был дан за поднятие души мой шабин давид берта под израиль памяти павел бенефим якоб бенахум лагир бен григорий за здоровье давид бен стела светлана баклара шолом йона бен цара шимон бен и царь и на бот мира бриз вен-мария мощь и вен-мане анна бот ривка рахель бот лирия полина пяна бацанья сура лена баклара стела боттейла жена и да и на бот дора анна бот елена станислав бен рахель и фильм бен эстер двор работ меря бои себе него и линоба двора если бен раиса и несоват моили гейбет бертон гейбет и то все работа на геннете на лена или на бот инесса ольга бот светлана йосиф дан бен цара тани бот фрида и до 3 вам по ним бен татьяна юрия бот бела яков йосиф бен рахель шимон бен биро фейга бот берта аси бот года марк беннина и работ вера лёрган клар раха и бен клар рахана цепора ватсара и века лива фим бен сони мая бот фаина алексей бен ольга клара бот броня гая бацарит маза марса звали на батуре аронаре бен ури за хороший дух аронаре бен двор родни звен хун аган ген царо хана бот аврагам рафаэль эрилэ бен лариса галия бот гидалия бросай блют лир бен рая анна бот александра марина бот рая борис бен марина алексей бен наталья всего хорошая леву марченко всем браха проносакова на массу то что мы это время не грешили изучали тору и пусть скоро закончена страшная война наступит мир и до следующих встреч на есть она состоится завтра в 15 часов шалон и